Здравствуйте! Сегодня 6 марта 2022 года, и мы находимся в глэмпинге Ветрино, Бритовский район Ярославской области. В январе 2021 года мы установили здесь 6 круглоградичных сфер. В мае глэмпинг открылся, и спустя почти год мы сюда вернулись, чтобы поговорить с директором и владелецем данного глэмпинга Ксенией Райченко. Ксения, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо вам большое, что спустя год вы нас позвали, пригласили. Очень приятно. Я сразу хочу выразить слава восхищения, что такие русские, хрупкие, сильные женщины строят такие классные истории. Хочу сразу рассказать, что у Ксении с мужем не только глэмпинг, о котором мы сейчас будем говорить, а уже несколько лет в управлении, даже не управлении, ваша собственная база отдыха, лесной берег, с фермой. Поэтому человек с опытом. Есть что точно рассказать. И точно я восхищаюсь. Спасибо большое, но мы очень рады, что вы приехали. Сразу хочется сказать, что, наверное, за плечами любой сильной женщины стоит очень сильные мужчины или партнёры, которые её поддерживают и дают ей возможность. Возможно, Дмитрий к нам присоединиться. Вот так что, да, это правда. Сколько лет уже в лесном берегу? Ну, если брать лесной берег, то мы, наверное, где-то в 2014 году какую-то часть закончили строительство коттеджей. Основную. Да, у нас была немножко другая концепция в голове. У нас была концепция в голове такая финского приёма гостей. Это когда есть коттедж, и когда нет никаких доп. услуг, вот тебе ключик, который лежит под ковриком или там где-то в почтовом ящике, который нужно открыть. И ты дальше сам себя развлекаешь. Потому что мы были несколько раз в Финляндию ездили отдыхать, и нам это как раз очень импонировало. Вы сами в Москве живёте? Да, да, да. Мы сами в Москве. А в Москве добрее этого 5 часов где-то, да? До 5, я бы даже так сказала, потому что мы уже понимаем, когда выезжать. Плюс так как это всё-таки, ну, мы предприниматели, поэтому мы можем в своё время более, да, там, мы не с 9 до 6 работаем, и мы работаем 24 на 7, да. Поэтому мы можем в своё время, да, более, скажем так, корректно подстроить под время, когда лучше выезжать. Да, это где-то до 5 часов. Окей. Ну, то есть опыт уже большой. И, ну, лесной берег, это вот в лесном массиве находится. И у вас, где у нас стоит Глэмпинг-Медрена сейчас, это у вас вот прям участок земли на берегу Рыбинского водохранилища. Это мыс. Да, это фактически мыс, который омывается с трёхсторонной водой. Это стык Рыбинского водохранилища и реки Сить, который как раз в этом месте вот впадает в Рыбинку. И за счёт этого у нас разный берег один, он более глубокий, как раз и подходит для причаливания, для марины, для причаливания катеров, и для того, чтобы можно было там и вейкбордингом заниматься. Он не зависит от как раз уровня воды, которая на Рыбинском водохранилище есть. И другой берег, это уже берег Рыбинского водохранилища с очень пологим, да, песчаный, с очень пологим входом, который очень зависит от уровня, который держат на Рыбинке. И за счёт этого либо мы имеем прям воду, которая подходит прям к берегу, либо огромные песчаные пляжи такие потрясающие, красивые. Ну, большинство наших заказчиков, они исходят из того, что сначала видят Глэмпинг, потом уже ищут землю. Инвестиции, а у вас получилось наоборот, у вас уже была земля, и потом уже попозже пришла идея именно с Глэмпингом. Всё так? Надо сказать о том, что Лесной берег у нас был другой вообще, в принципе, другие сферы бизнеса. Они тоже были на стыке туризма, но там ближе где-то к общественному питанию, ближе к туризму, но немножко другому, это более, наверное, масштабному. Я думаю, это была история такая для себя, для того, чтобы куда-то приехать на рыбалку, потому что вот у супруга как раз такое увлечение. Соответственно, что касается Ветрена, именно объекта на Рыбинке, то изначально тоже была немножко другая концепция. Мы изначально думали, что это больше будет фестивальная история, потому что там такой прям... А сколько, кстати, гектаров? Ну, я-то видела, что у вас большая гектара. Да, на 23 гектара, соответственно. И мы когда тоже специалистов приглашали изначально, мы думали о том, что мы сразу понимали, что, естественно, это про туризм. Но мы думали, что это больше про событийный туризм, про фестивальный туризм, про приехали на мероприятия, уехали. И в тот момент, когда мы только это начинали делать, мы как раз смотрели на формат кемпингов и формат автодомов, глэмпинг еще. Вот он только-только-только-только вообще зарождался. Мне кажется, как раз вот ребята сделали первый проект «Лес моря» в Калязине. Еще кто-то что-то сделал. То есть это только-только вообще вот такое было самое начало. И мы в сторону глэмпинга так посматривали, но это не было в основе вообще концепции в принципе. Ну, а когда уже сформировалось, когда вы четко осознали, что все-таки в эту сторону будете смотреть? Или что стало фактором в эту сторону направившим? Фактором в эту сторону стало то, что мы, отработав гипотезу, скажем так, с событийной фестивальной площадкой, вот именно которая позволила вмещать в себя большое количество человек, мы поняли, что это либо там один-два фестиваля за лето и все, потому что потом выжженная земля. Вот это в ту ныне, да? Да, да. Либо все-таки идти в какую-то историю с размещением гостей, да, и подпитка их интересов на то, чтобы они, ну, им было здесь чем заняться. В принципе, для себя, наверное, больше выбрали такую историю, когда в основу положено, зачем приехать. А потом уже где, да? Да, потому что, понятное дело, что у нас есть уже, мы вот изначально расположены так, что мы решили самую главную проблему, проблема места, проблема воды. У нас, да, эта история вода, она всегда привлекает, поэтому здесь это беспроигрышный вариант. Да, да, да. Согласна. Конечно, здесь уже и вода, опять же, нас, ну, нам определяет, как мы можем дальше уже, чем развлекать, чем занимать, да, и в какую сторону смотреть. Параллельно у нас были истории. Дмитрий и ребята, наши друзья, они занимаются подводной археологией, подводными изысканиями, и они начали исследовать тоже Рыбинское водохранилище. Да, и здесь родился проект «Затопленные цветыни Малокского края». И, в общем-то, это история тоже, которую мы хотим дальше продвигать, потому что у нас было несколько исследовательских таких поездок. Это одна из историй, которую мы хотим положить в основу, допустим, да, тоже зимнего варианта такого отдыха, когда... Подлёдное погружение уже получается. Да, подлёдное погружение именно на объекты, и когда, да, с какой-то историей, со смыслом, то есть чтобы это было интересно, чтобы это можно было обсудить в кругу людей, которые тоже этим интересуются, да, да, этим увлечены. Поэтому здесь, наверное, очень важно для таких мест это создавать как раз место, который будет привлекать людей, похожих по духу, похожих по интересам, похожих по каким-то жизненным ценностям. И, наверное, ну, это вот главная концепция, да. А дальше уже то, что это глэмпинг, и то уже в каком виде это и так далее, это, наверное, вопрос больше технологий, вопрос комфорта, вопрос, ну, и опять же, целевой аудитории тоже. Я помню, что мы в 2020 году даже с вами начали вести разговор, летом 2020-го. Да, да, да. Да, я сюда первый раз приехала. Вы тоже ещё тогда думали делать зимний либо летний. Потом мы с вами встретились уже на пире на выставке. И вот с осени за счёт там грантовской поддержки тоже, о чём мы попозже поговорим, всё это закрутилось. Сейчас предлагаю провести небольшой грунтур по сфере. Поехали! Начнём с самого главного, с температуры в куполе. Сейчас на улице, конечно, не такие морозы, всего минус 6, но при такой температуре и с помощью двух электрических обогревателей, мощностью 1,5 кВт, то есть с окутностью 3 кВт, температура в сфере поднялась до 25 градусов. Конечно, если на улице большой мороз, например, минус 30, то для обогрева купола мощности двух конвекторов не хватит. Тогда надо добавлять ещё источников обогрева. Это может быть либо тёплый пол, либо третий обогреватель, либо, возможно, печное отопление. Здесь каждый заказчик выбирает самостоятельно. Если мы говорим о земле, у вас земля в собственности. Да. Назначение земли какое? У нас лёг, рекреация. Но вы переводили, как я знаю, то есть у вас была СХ? Ну, у нас история была, когда мы понимали, что это будет рекреация. То есть, ну, здесь уже был такой, ну, как бы процесс запущенный. Тоже нас очень часто спрашивают по земле, потому что мы-то не имеем непосредственного отношения к земельным участкам у заказчиков. Насколько плотно вообще вы взаимодействовали с местными органами? Взаимодействовали ли вы вообще? И как это было положительно? Либо отрицательные, наоборот, там, палки в колёса? Потому что у всех разная история. Вы знаете, я могу сказать о том, что начиная, наверное, от районной администрации, да, и заканчивая администрацией именно областной, на любом уровне. Вот если им рассказываешь про проект, да, вот, и когда они оценивают его важность для района, для региона, то, ну, мы встречали только помощь, да, и только поддержку. Ну, то есть вот эти все процедуры, ну, там... Ну, есть какие-то технические процедуры, на которые не может повлиять даже Господь Бога, да, наверное, вот, ну, и которые надо просто пройти. Принять, да. Да, принять, простить и пройти, вот. Но, в общем, ну, я могу сказать, что, конечно же, в основном это поддержка была, да. Были истории, сложности, с которыми, наверное, могут столкнуться как раз начинающие. Я не знаю, насколько это актуально сейчас, да, и как, ну, опять же, все актуально когда-то. С большим трудом, когда у тебя нет, когда у тебя только новое предприятие, которое ты создаешь под какой-то проект, какое бы оно интересное для региона не было, если ты пробуешь взять... И даже регион тебе высказывает поддержку и на всех уровнях и так далее. Мы упираемся в банковскую систему. Наверное, это один из таких моментов, которые, ну, у нас в какое-то время тормозило в развитии, потому что... Не дают кредиты, да, молодым предпринимателям. Да, да, да. И с одной стороны, да-да-да, мы рады, мы прям всем рады. Мы, давайте, предприниматель, малый бизнес, мы поддерживаем, ура-ура. А с другой стороны, то есть у нас сидел человек, который 4 месяца занимался только тем, что исправлял документы, переделывал бизнес-планы под то, под требования банка, да. И в результате мы не получили, да, на тот момент кредитное финансирование. Насколько я знаю, сейчас это просто, это жалко времени своего, ну, в первую очередь, времени. Потому что все тебе говорят, слушайте, честно, мы не дадим. Не старайтесь. Все, вот как бы ты развернулся и пошел в другую сторону, то есть ты начинаешь уже думать по-другому. А когда тебе, да-да-да, вот сейчас еще, и мы тебе тут, да, вот все, вот-вот, прям еще вот одну бумажечку и прям сразу. То тут ты, ну, подсаживаешься на эту историю. Да, здесь бы я, наверное, просто порекомендовала не идти одним путем, да, а идти двумя, если там, и не рассчитывать на эту прям историю 100%. Если у вас только от этого зависит бизнес, то вот, ну, тут вот уже какой-то большой вопросик. Да, да, да. Ну, окей, по земле поговорили, затронули. Сейчас, насколько я знаю, ну, это было там, да, несколько лет назад. Сейчас, насколько я знаю, до того, до недавнего времени, была упрощенная, сделали упрощенную историю. Ну, единственное, что, может быть, с несколько другим финансированием, но... Ну, может, суммы меньше, но зато побольше... Ну, может быть, да, может быть, это было проще. То есть, земля у вас была, у всех, конечно, там, дальнейший вопрос всегда упирается в деньги, в бюджет. И это состоит как бы из двух частей. Во-первых, где их взять, а во-вторых, как правильно посчитать, сколько надо, да. Ну, давайте так, как мне кажется, про то, сколько надо, это более обширенный вопрос. Ну, вот вы, например, посчитали какую-то сумму, какую вам надо на строительство именно глеймпинга. Уже идеи все вы себе составили, у вас это как бы все есть. За чей счет, грубо говоря, происходило дальнейшее строительство? Это ваши банки, там, государства, инвестора? Ну, конкретно в нашем случае это было партнерство. Чистое, да? Ну, это было партнерство, это были и наши инвестиции, и партнерские инвестиции. Как правильно выстроить отношения? То есть, у вас там было чуть-чуть у партнера много, или это 50 на 50 во всех отношениях? Ну, мне кажется, бывает все по-разному, да. Кто как договаривается, у кого какие условия, ну, это всегда все, всегда все по-разному. А где вы искали этого человека? Это сторонний человек вообще? Нет, 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 это человек из своего круга. Вы просто пришли к идее, к знакомому? Это история, наверное, про то, что когда люди, когда ты делишься, чем ты занимаешься, да, ты же, ну... Есть люди, которые умеют ходить с транспарантами, да, там, вот, вот у меня проект, еще денег, я там предприниматель, тра-та-та-та-та-та-та-та. Это про бизнес, это про деньги, это про возвратные деньги, это про то, чтобы заработать. Это еще и про то, что нам важно, чем заниматься. Все равно нам, да, нужно, тем, что тебе интересно. Но это уже на втором месте, то есть, если здесь, например, лесной берег, это было на первом месте, да, сейчас мы, ну, мы пересмотрели вообще свою историю, и сейчас мы все проекты выстраиваем именно про деньги, да, и про то, чтобы заработать, и про то, что где-то понимаешь, или где-то понимаешь, сколько тебе нужно потратить времени, чтобы в этом начать понимать. Очень важно, когда твой партнер, это либо твой единомышленник, либо которому тоже интересно. Деньги, понятное дело, мы понимаем. Нет, то есть, обычно интересный единомышленник, это когда человек тоже погружается в это и в этом участвует. А есть, например, история, вот как Нина рассказывала, ну, там просто человек чисто дал финансирование, сказал, дальше играйте сами. Меня интересует только финансовая составляющая. То есть, вы все-таки партнера привлекаете в участие, непосредственно в деятельности? А, нет, нет. Нет, но все равно важно, чтобы... Ну, а мы согласуем, мы все равно согласуем концепцию, мы согласуем какие-то важные очень моменты по развитию, да. Понятное дело, что мы с ними согласуем какие-то чашечки купить, но общую концепцию, ну, мы, да, мы согласуем. Окей. Быстро, ну, вот этот этап договоренности у вас происходил? Ну, хотя бы по времени, ну, ну... Да, достаточно быстро. Ну, уже когда было принято решение, да. Все через договор, то есть у вас не то, что там на честном слове. Вы оформляли? Нет, документы. Документы, конечно. Про финмодель. Это очень важно, это как бы вообще то, в чем люди часто ошибаются. Не именно про цифры. Начнем, наверное, самое главное, это вообще с концепции. Чтобы посчитать, надо сначала понять в голове хотя бы общую идею, да, около. Вот у нас есть заказчики, они разделены четко на две категории. То есть вот есть люди, которые как бы вот прям четко про бизнес, они приходят, говорят мне там от 8 до 20 куполов, вот у меня это мини-отель, мне надо вот это, вот это, вот это. Они уже примерно все не представляют. А есть люди, и в отчате ассоциации группниеров, это тоже прослеживается, что людям интересен этот новый вид бизнеса. Они понимают, что на нем можно заработать, но не понимают о нем практически ничего. И приходят и говорят, вот давайте мы, вот у нас там небольшой дачный участок или еще что-то там поставим, один, два, три купола, посмотрим, как это работает, как бы вот денег только пока на это. И дальше, если зайдет, мы прям полетим. Вот расскажите все-таки про правильный подход именно к финмодели, к концепции. Первое, что нужно человеку понимать. Если вопрос, наверное, про то, что денег нет, и давайте я у себя на участке, ну начнем с этой истории, вот, да, поставлю сферу или палатку-тент, или афрейм, да, что угодно. Ну, наверное, с домиком здесь проще, потому что домик, он есть домик, и домик ты всегда можешь ждать. Ну, для компании хотя бы там, да. Да, это домик и домик. Здесь уже про такую палаточную историю, да, надо понимать, что первое, это сезонная история. Второе, она очень зависит от погодных условий, от того, где находится, и от трафика, который туда приезжает. Потому что, например, глэмпинг, ну, там, на Камчатке и глэмпинг, там, на юге, да, это две большие разницы, даже если это будут круглогодичные сферы поставлены. Потому что просто физически на Камчатку зимой, ну, есть мало мест, куда там можно физически добраться, в принципе. И, допустим, Краснодарский край, да, опять же, в зависимости, где вы поставите эту сферу, да, и для чего, и для какой аудитории. Побережье Черного моря, виноградники или, например, минеральные воды, да, там, в Кисловодске. Абсолютно три разные аудитории, надо понимать, а будет ли кто, где и когда, и в какой сезон жить. И если мы понимаем, что, например, Краснодарский край и Ставропольский край, ну, Кавминводы, это Ставропольский край, это самый высокий, если брать из всех регионов, загруженность по сезону, то здесь, конечно, нужно очень четко понимать, под что, под какой аудиторию ты ставишь, да, поедут к тебе кто и когда, и зачем. В Брянске поставить там две сферы, поедут туда летом, да, туристы. Да, да, большие вопросики. Если, как бы, вернуться вот к аудитории, кто пока вот совсем, да, нет денег, но я очень хочу, и я вижу, что вот это прямо мое предназначение, я бы рекомендовала первое, что сделать, это пойти управляющим или администратором в глэмпинге, который уже существует. И более крупные желательно, да? Да, чем крупнее, тем интереснее, естественно. Если вы пойдете в маленький, вы будете смотреть на ошибки, будете думать, а я бы сделала лучше, там, вот у него, вот он тут неправильно делает, там. А в большом и там больше все видны, конечно, в маленьком все огрехи прям, ну, они прям совсем на поверхности. В более большом есть понимание именно про бизнес и есть понимание, куда идти, что за клиенты, откуда они берутся, что они хотят, какие у них потребности. И я вас уверяю, что вы либо за этот год просто измените свое мнение, либо поймете, куда вы идете и как это сделать. Притом это даже нужен не год, да, это нужен сезон достаточно летний, ну и плюс еще, да, денег заработаете. А мы можем сразу сказать, что, зная все, что кухня изнутри, управляющие нужны всем. Да, да. Это проблема. Да, управляющие нужны всем. Вот впереди март-апрель и май, когда кто вот хочет попробовать, я больше чем уверяю, вы можете обратиться в ассоциацию глэмпингов. Ваше резюме сразу же увидят все там, я не знаю сколько сейчас, 500 человек, больше уже. Полторы тысячи уже что-то. А, в чате полторы тысячи. В ассоциации загородных отелей, кстати, меньше. Вот полторы тысячи человек, те, кто интересуются глэмпингами, сразу видят ваше резюме, это потенциальные работодатели, которые... На расходах. Да, да, да. Это вот реально, это сейчас, ну, нужны будут эти люди всем и нам там в том числе. И у вас есть возможность как раз понять, да, откуда и куда. Вопрос второй, что если у вас есть деньги или есть партнеры, да, или вы понимаете финансовую модель, как вы можете найти эти деньги, да, посчитать. Вы все посчитали, у вас все прекрасно, плюс на минус сложился, да, и вопрос концепции. Вопрос концепции, мне кажется, это тоже не такой жесткий вопрос, который решили вот так вот двигаться и все, и вот пошли. Это все равно гипотеза, да, которая в процессе, она либо подкрепляется, либо меняется, либо усиляется, ну, по-разному. Я могу сказать, что, например, я бы рекомендовала очень прям сразу начать с глубинных интервью потенциальной аудитории. И вы для себя откроете очень много нового, как вы видите глэмпинг и как видят глэмпинг клиенты и какая у них ценность. А как мне, вот начинающему глэмпингеру, ну, выцепить свою аудиторию, просто разместить объявления на Авито, кто будет звонить и их опрашивать? Есть разная комьюнити в соцсетях, в которой есть платные, есть бесплатные, в которые вы можете вступить. Мы, когда нам нужно было понять, вот у нас есть аудитория, нам нужно было понять, поедут ли к нам ивенчики. Лезали с администратором и попросили для глубинных интервью, можем ли мы разместить... Ну, а именно просто пост о том, что, ребят, вот мы проводим, хотим сделать такой-то продукт, нам очень важно ваше мнение, да, вот у кого найдется полчаса времени. Если вы предложите еще за это какую-то плюшку, да, которую сможете, можете бесплатно, можете за плюшку, то как бы велкам. Есть... И откликаются на такие? Да, да, да. Есть те, которые прям инициативно хотят поучаствовать? Да, они откликаются, потому что это интересно. У нас вот как бы, да, по ивенчикам сразу вырисовалась вот эта история, сразу стало понятно, что им надо, чего они боятся, за что переживают, и вы сразу можете понять. Сможете вы закрыть эти боли, да? Да, сможете вы вообще, какие они есть, сможете вы их закрыть или нет, стоит ли вам вообще рассчитывать на эту аудиторию или нет. И если, например, вы, там, ориентируетесь на ивенщиков, которые будут проводить двухдневные мероприятия, а находитесь вы, там, 500 километров, откуда они могут приехать, то все, ребята, ну, как бы, да, они вам говорят, мы ищем только, если вам 10 человек скажет, мы ищем только в пределах 100 километров, все, забудьте про эту аудиторию. И даже не думайте, не ставьте себе ее в план. Не тратьте время, когда вы думаете. Да, есть много комьюнити всяких активных людей, наоборот, на релаксе, может быть, те, которые любят кино, да, и это все равно люди, те, которые любят путешествовать. Опять же, этих комьюнити очень много, нужно просто сесть, включить маркетинговые, там, мозги и подумать, кто, представить эту аудиторию, про кого вы думаете, и представить, каких они могут быть комьюнити в соцсетях. Это одна история. Вторая история, например, которую мы делали, это, так как, опять же, понятное дело, что глэмпинги были на рынке, но было непонятно все-таки, кто их делает, кто их перепродает, какие плюсы, какие минусы. Но они только начинались на рынке. Да, 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 они тоже, они только-только начинались. Мы сделали следующую историю, мы также с глубинными интервью начали обзванивать честно глэмпинги, но, правда, мы пошли по пути, мы стали обзванивать глэмпинги, для которых мы не были конкурентами, да, прямыми. Сейчас уже есть комьюнити, сейчас это все гораздо проще. Тогда этого не было ни телеграм-канала, ни чата, никто не общался. Сейчас ты, если там, да, потратить, я не знаю, две недели перечитать весь телеграм-канал от и до, ты будешь понимать все плюсы и минусы. Там миллион уже, наверное, сообщений. Да, решений, которые вообще существуют. Но на тот момент этого не было, и мы звонили по глэмпингам, и честно представлялись, кто мы, что мы хотим, и просили какую-то обратную связь по тому, как проходит эксплуатация, там, той или иной истории. Здесь очень важно понять, если вы сами не умеете разговаривать с людьми, найдите того человека и поставьте ему задачу, либо это ваш партнер, который потратит очень много времени на то, чтобы будет общаться и будет получать обратную связь. Ну, вы сами, у вас были этим человеком вы, да? У нас этим человеком, да, была я, да. Я могу сказать, что мы избежали очень многих как раз ошибок, которые, наверное, могли бы, и все равно они есть. В зимних сферах мы рекомендуем делать не очень большие панорамные окна для сохранения тепла. Так, в данной сфере окно сделано в два яруса. И обязательно, обязательно мы во всех зимних сферах по низу окна тоже делаем утепление, примерно 40 см от пола, для сохранения тепла по полу и для того, чтобы с улицы снежные сугробы не добили напрямку. И еще стоит сказать про окно, что мы его обязательно делаем отдельно от декоративного слоя, потому что все равно в процессе эксплуатации, когда конденсат стекает, он оставляет следы. И чтобы после сезона можно было окно помыть и легко демонтировать, его нужно делать отдельно от декоративного слоя. Так вы можете убедиться, у нас вот здесь на липучке идет соединение окна с декоративным слоем. Поэтому окно для уборки можно отсоединить. Поверху окна идут карнизы с роликами и шторы могут легко перемещаться. Боковая часть окна идет на липе для закрепления шторы. Кто ваша тогда целевая аудитория? Вот вы вырисовали концепт, ну вот целевая аудитория кто именно у вас? У нас целевая аудитория – это люди, новаторы, последователи. Скажем так, да, их есть несколько. Начнем так. Есть молодые парочки, которые хотят приехать на какой-то, да, романтический, интересный там, уикенд. Да. Есть история про один день, я хочу фоточки для инстаграма. Но мы сразу не продаем выходные летом с лотами меньше двух дней. Ну, мне кажется, что это сейчас все так делают. Мне кажется, летом мы даже вообще меньше двух дней, даже мы не к выходным не привязывались, мы в принципе меньше двух дней не продавали. По одному дню мы смотрели, если были такие обращения, мы смотрели, есть ли окошки и предлагали их. Это вот одна аудитория, вторая аудитория, на которую, кстати, мы не думали вообще про нее в принципе, но было очень много молодых семей с маленькими детьми, вот прямо с колясками, с такими вот, ну там, да, до трех-четырех лет. И, несмотря что глэмпинг – это про такой релакс какой-то, вот, ну, ты просто втыкаешься на природе, вот. А мы, наоборот, мы не побоялись. Да, мы себя позиционируем как именно там, да, кемпинг и глэмпинг активного отдыха. Повтыкать можно всегда и везде от активности, можно... Отказаться. Да, отказаться, это, ну, личное дело каждого. Третья аудитория – это аудитория семей с детьми-подростками. Почему? Их обычно в четыре, там, где-то четыре человека, да? Да, их обычно, да, четыре человека, потому что родители хотят все равно, несмотря на то, что у них дети выросли, у меня у самой две дочери, одной семнадцатой, другой, там, четырнадцать лет. Если раньше, да, мы, ну, давайте так, по-честному, взяли за шкирку, посадили в машину, и они, да... Вынуждены ехать. Да, они при цепке как рюкзак едут, куда мы там поехали и так далее. Сейчас уже мы должны спросить у них, не хотят ли они, чем же их завлечь, а потому что у них сразу, а что я там буду делать? Это вот первый вопрос, который задают, соответственно, подумки. А там есть вакуай, да? Да, вот, это второй вопрос. И вот вам, пожалуйста, да, вот, сразу, если вы хотите привлечь аудиторию с детьми-подростками... Надо предложить занятия, которые будут интересны детям-подросткам. В нашем случае это как раз активности, и в нашем случае это как раз родители, которые думают, блин, я хочу провести свой отпуск со своими детьми. Покажите мне родители, которые скажут, да, я вообще в отпуске, меня вообще абсолютно не волнует, если мой ребёнок сидит и целыми днями с утра до вечера смотрит в телефон. Мне вообще на это совершенно всё равно. Я вот, я не поверю, что вот будут такие родители, они хотят, да, вот как раз отвлечь, и чтобы как-то вместе время провести, и чтобы, естественно, использовать для здоровья. Ну ладно, уже мы теперь все, наверное, да, выросли, и мы не хотим грузить детей ещё там 35 занятиями английского во время отдыха, но чем не менее. И здесь как раз активный отдых, он даёт возможность провести отпуск родителям с детьми, которые вот подростки, да, которым это, ну, становится интересно. Это могут делать дети либо, да, сами совместно с родителями, либо родители, да, ну, либо дети могут делать даже это без них, и это им нравится. Это, который, если мы берём сегмент B2C, да, то это вот, это основная наша. А ещё есть корпоративная история тоже есть? Есть, да, корпоративная история тоже. А вот мы просто, когда с вами тогда разговаривали, в самом начале у вас же так Кривинское водохранилище, ну, у вас из развлечений, вот как вы сами говорите, сапы там, да, что? Сапы, катамараны, каяки, вейк, лебёдка у нас. Да, лебёдка у вас тоже есть, рыбалка, да, у вас вроде есть? Да, рыбалка, да, да. Вот, мы с вами говорили, что категория рыбаков тоже может быть потенциально одной из ваших аудиторий. Была ли она или нет именно в глэмпинге? Если глэмпинге расположены, если у нас там будет пруд, в котором будет зарыбленный пруд, и в котором можно... Без труда вытащить рыбку из пруда, да? Тогда да, тогда да. В другом случае всё-таки я вот честно скажу, что рыбаки и спортсмены, да, несмотря на то, что мы про активности, это не совсем наша аудитория. Спортсмены – наша аудитория, когда мы проводим тематическое мероприятие. Например, у нас каждый год уже проводится чемпионат, ну, один из этапов по плаванию на открытой воде. И, соответственно, естественно, у нас здесь одни спортсмены, да, то есть здесь мы про спортсменов, но это когда идёт тематическое мероприятие. Ну, это больше как-то типа корпоратив, только корпоратив спортсменов. Ну, да, это какое-то соревнование, мероприятие, спортивное мероприятие. Тогда да, тогда мы про спортсменов. А если вот отдельно спортсмен сидит и думает, куда бы мне поехать, и вот я поеду туда, если мы берём какие-то... всё, что связано с ветром, да, поедут под ветер, когда он будет, будут смотреть прогноз, просто так не поедут. А если брать какую-то другую сторону, то уже будут более всё-таки, да, профессионально. Мы скорее, да, для новичков, мы скорее для того, чтобы у нас это можно попробовать было. Да, у нас нету перекатов сумасшедших, да, у нас на катамаране, на каяке, на каное можно совершенно спокойно с детьми, с любой подготовкой проплыть по реке, да, и по реке, да, и по реке, да, в этом отношении, то есть у нас, да, для таких, для начинающих, для тех, кто, наверное, либо этого не делал никогда, либо это делал, ну, уже там, хоть забыл, да, или хочет кого-то вовлечь. Приехали компании, ну, тоже, кстати, когда, как и история, это когда компании, да, приезжают с определенным интересом, вот. Ну, это больше, наверное, да, такое что-то корпоративное, а тогда, да, вот, но... Ну, то есть у вас уже была земля, вы провели вот анализ, вы поняли свою целевую аудиторию, да, в принципе? Это тоже, это всё было, мне кажется, первый год он был, ну, вот, мы наметили, скажем так, направление, да, которое, которым мы будем интересны. И, соответственно, естественно, да, рекламные компании были выстроены под них, даже не то, чтобы рекламные компании, наверное, да, то, как выглядит Инстаграм, вот этот посыл, который мы, ну... Ну, да, это потом, это уже под аудиторией. Я имею в виду, вот, ну, на первоначальных этапах ещё до открытия, то есть у вас земля... Мы изначально, например, думали, что мы будем прям спортсменом очень интересным, вот именно как индивидуальным спортсменом. Безусловно, к нам едут люди, там, в хорошей физической форме, да, увлекающиеся спортом или, там, профессиональные спортсмены, но они едут к нам не потому, что они спортсмены, а потому, что они любят отдых на природе, потому что им интересно чем-то заниматься на природе, да, чтобы была возможность чем-то. То есть они едут к нам не для того, чтобы поднять свой профессиональный уровень, вот, а потому что у них есть другие... Ну, в другую категорию ЦАА тогда попадают. Да, 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 да. И вы когда сформировали, вам надо было понять концепцию и считать финмодель. На данный момент находятся 6 средств размещения от нас, сферы, 2 средства размещения тоже купольных от другого производителя, по-моему, 10 сафари-тентов, да? Да, 10 сафари-тентов. Вот. Пока на этом все. Ну, я именно средства такого номерного фонда, так называемый. Да, 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 если брать именно как юниты, которые вот именно, да, которых вот где можно разместиться и жить, то, да, на данный момент это именно такое. Ну, плюс еще, естественно, мы берем еще кемпинги, палатки и лагеря. Ну, вы, скажем так, единичные практически, которые это все сочетаете рядом. Поэтому давайте именно про глэмпинг, отсечем кемпинг. Почему, Павел, именно выбор вот на такой, на такую смесь, почему там, например, нет фреймов, там, или почему они все построили только из сферы, или наоборот, не только сафари-тентов. Ну, как вообще вот вы выбирали эти юниты? По какому критерию? Одно из моментов, от которых стоит отталкиваться, это то, как у нас именно там сам участок выглядит. И его просто именно расположение, оно прям сразу вырисовывалось, что, несмотря на то, что у нас, скажем так, три, даже четыре совершенно разные по уровню размещения варианты, да, потому что сфера со всеми удобствами и кемпинг, да, с палаткой, в которой ты можешь приехать сам, даже со своей палаткой взять только место, это совершенно разная аудитория. Но при всем при этом наш участок позволяет их отзонировать очень как бы, ну, вот прям, ну, так четко, что эти аудитории, они, да, они во время там, да, проживания какого-то своего именно пребывания не пересекаются, они пересекаются только во время там каких-то активностей, да, где именно спортпрокат находится. У нас сразу просто по месту вырисовывалось, что на мысу там прям вот глэмпинг, и количество скорее было даже выбрано именно по то, чтобы было комфортно там всем разместиться. И изначально мы работали как кемпинг, то есть кемпинг у нас уже был. И определенные места размещения у нас уже, да, были, и санитарная зона, которую мы построили, там, базовая для кемпинга, общественная, комфортная, общественная, с душевыми, с теплыми, и с туалетами, с керамикой, она у нас уже была. И мы отталкивались, соответственно, от нее, потому что до того, как мы начали строить сафари-кемпинг, мы его даже как бы, да, для себя не называем глэмпингом, мы его называем именно сафари-кемпингом. А, у них там без санузла, да, они тоже одни? Да, 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 без санузла, но с электричеством. А там, потому что мы изначально выделяли, ну, мы посмотрели, какой интересный кусок земли для расположения, и мы изначально его выделяли, мы там даже делали, мы сдавали, когда был кемпинг, мы там сдавали места с электричеством именно, то есть можно было приехать с палаткой и подключиться к электричеству. А сейчас, ну, вы, грубо говоря, ее просто модернизировали, да, на подиумах сафари-тенты с электричеством, с кроватью? С кроватью, с кухонным уголком, то есть с электрическими плитками, с электрическими чайниками. А, то есть там можно даже себе организовать? Да, 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 то есть именно вот сафари-тенты, они по принципу сделаны, что ты приехал, там у всех мангалы есть, и... Даже мангальные зоны индивидуальные. Да, 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 ну, вот, поэтому там как раз больше по то, что вот под людей, которые со своим шашлыком, да, вот... И за сколько вы в сезон сдавали сафари? Ой, так вот это вот мне нужно было посмотреть, мне кажется, там было сафари, было где-то от пяти с половиной до семи, наверное, в зависимости от количества человек, потому что у нас входил за... Или от шесть... Вот я могу посмотреть, могу завтра, да, прям точно сказать. У нас... Мы туда включали завтрак, у нас кафе расположено на удалении от сафари-кемпинга, и нам нужно было людям показать, потому что, ребята, вот он наш дополнительный доход, где вы можете оставить деньги... Туда надо идти, да? Да, туда надо идти, и там вас ждёт бесплатный завтрак, уже включённый, вот. Поэтому мы включили завтраки. Честно говоря, просто у нас там опыт работы был до этого 15 лет аутсорсинг питания в санаториях и в пансионатах, и я могу сказать по опыту, если это не санаторий, зачастую в гостиницах, да, когда вы время определяете для завтрака, и когда это отдых, у людей, ну, есть процент определённый, которые не приходят. Да, которому поспать подольше бы, я пропущу завтрак. Ну, нафиг, ну, нафиг, нафиг, яйца, кашу, кофе, я потом себе что-нибудь, если что... Я приехала выспаться один лиц в выходной, да. Вот моё удивление было, что люди, несмотря на то, что, при том, ему сколько топать там надо было, у нас в завтраке была практически стопроцентная посещаемость. Это раз. Два, то, что, например, мы в этом году уже для себя будем иметь в виду, если у нас до этого вот эта кафешечка была, которая не в глэмпинге. В глэмпинге там было уже включено питание, и там отдельный повар, отдельная кухня была. Вот мы сейчас говорим именно про кемпинг и про сафари-кемпинг. И там была такая кафешечка, там хот-доги, бургеры, пельмешки, какой-то супчик дня, салатик огурца-помидора, ну, вот всё такое вот прям, да, простенькое, а пирожки, вот, вот эта публика, которая у нас, и этот ассортимент полностью устраивал именно кемпинг. Публика, которая поехала в сафари-кемпинг, несмотря на то, что она могла там готовить, очень многие ехали, то есть, ну, они шашлык вместе вечером как-то, да, ну, чтобы суп сделать там, нет. Эта публика очень требовательная оказалась к ассортименту кухни. Я могу сказать, несмотря на то, что они приехали, вроде бы, казалось, пускай в комфортабельную палатку, и они видят о том, что это вообще, в принципе, да, кафешечка тоже такая, как бы, ну, открытая, да, на улице, их не волнует о том, почему меня тут хотите пельменями кормить, что это такое. Где мой рыбай, да? Ну, не до такой степени, но, условно говоря, то есть, мы прямо очень крепко задумались над тем, как вам предлагать там ассортимент более разнообразный. То есть, к этому сезону вы уже подготовились? Конечно, конечно, ну, естественно, да. Это одна из каких-то таких вот моментов, которые нужно решать, для того, чтобы гости были довольны. Ну, вот сафари, как бы, она тоже, ну, да, пусть, естественно, понятно, исходя из аудитории кемпинга вырисовалась. Почему именно сфера? Там же даже и афреймы бы тоже красиво стали, с тем же панорамным видом там. Ну, во-первых, всё-таки давайте так вот по-честному. Это интересное современное решение для домиков, но, ну, лично вот моё понимание, что это уже, ну, это не про глэмпинг. Да, это можно назвать и глэмпингом. Это ближайшая база отдыха, да? Да, это уже скорее база отдыха, это скорее, ну, можно назвать как угодно, загородный клуб, там, ну, что, что парк-отель, что угодно. Вопрос про сферы для нас был интересен тем, что это интересно и действительно для потребителя пока ещё интересная история для проживания. Безусловно, афрейм – это тоже инстаграмная картинка, это привлекает внимание, да, и это интересно, но это домик. Это вопрос, что это можно также и афрейм, и дубль-дом, и, я не знаю, там, скаут-хаус, и что угодно дальше уже, ну, вот смотреть, чтобы это была разная история, но это больше уже про некие такие мини-коттеджики, да. Нам хотелось сферы, и чтобы вот этот мыс, ну, он просто там даже, если посмотреть, он прям там, да, там всё в такой единой концепции. Была история туда воткнуть ещё один, там, афрейм или ещё что-то, но я думаю, что у нас там есть ещё место под один, там, ну, максимум два, наверное, домика. Мы подумаем, стоит ли туда ещё сферу ставить или нет, ну, посмотрим. Поговорим про цифры, ну, то есть у вас есть был участок, вы запланировали, да, что у вас там, ну, убирается восемь средств размещения в виде, как, сфер, куполов, но любой бизнес, и как демпинг, да, это затраты, сумма выручки и какая между ними разница прибыли. Вот давайте поговорим более чётко, которым всем врисовывается, проще, как всем кажется, посчитать затраты, это более-менее понятно. Вот вы примерно помните общую цифру затрат на этот глэмпинг, и сколько в среднем вы отводили на каждое строение, ну, вот, по статьям... Ну, смотрите, просто... Общими масками можно. Да, берём отдельный глэмпинг со сферами. Давайте, да. На тот момент мы считали, и стоимость одной сферы полностью с разведёнными коммуникациями внутри сферы с мебелью и, условно говоря, там, с ёршиками, да, около миллиона восемьсот, а миллион семьсот с копейками. Плюс сюда необходимо считать дополнительно. И это, при том, это уже с логистикой и с доставкой всё посчитано вот прямо под ключ. Это планово было? Или это по факту? Или это совпало? Я могу так сказать, что это совпало благодаря тому, что просто какие-то статьи нам удалось минимизировать, а какие-то, скажем так... Которые вылезли, да? Которые вылезли, да. Ну, это без инженерки. То есть это полы, сами модули, мебель, сантехника, разводка инженерки внутри. Всё внутри. Да, это без того, чтобы... Общей инженерки. Без канализации, без подводки именно электричества туда, без водоотведения. Ну, и это у вас... Ну, мы строили, это, получается, там, 20-е и начало 21-го, да? Ну, да, да. Ну, вот в этих ценах, потому что мы сейчас живём в реалиях начала марта 22-го. Ну, например, прошлый у нас 21-й год был, вот уже тогда было как раз, мы закупали всё до вот этого серьёзного подорожания металла. Да, всё случилось после Нового года, а мы с вами успели закупиться в декабре. Да, поэтому, если брать 21-й год, то, ну, мне кажется, это плюс 20% вот к этой сумме. Соответственно, что сейчас, я, ну, как бы боюсь даже представить. Что касается сферы, у нас очень чётко как раз вот совпал план с фактом. Ну, потому что там и считать проще. Не совсем у Ксении стандартный размер сфер, но он почти семёрка, 6,7 метра. Ну, сейчас нужно было бы делать семёрки просто, да. Вот. Мы заморочились на тот момент. Чуть-чуть не надо было, да. Вот. А у вас тоже как бы подиум. Вот начнём с подиума. У всех эта головная боль. Сколько примерно ушло затрат на подиум? С подиумом следующая история. Я бы не ориентировалась, наверное, на нас. Ну, всё равно набор материалов примерно одинаковый. Мы, потому что брали лиственницу, и мы брали крашеную лиственницу. Ну да, у вас хороший уличный материал. Да, с одной стороны. С другой стороны, почему мы так выбрали? Можно было бы сэкономить. Но почему мы выбрали, да, вот эту историю? Мы дело в том, что строились зимой. И мы прекрасно понимали, что у нас времени на то, чтобы, когда мы начнём уже их вводить в эксплуатацию, запускать гостей, времени на то, чтобы обработать эти подиумы, их покрасить, да, и так далее, у нас не будет. Чтобы вот они были прям... Ну, мы хотели подиумы, мы хотели делать так, чтобы можно было босыми ногами выйти, да, и пройти, и сесть, и посмотреть на море. То есть, если брать дорожки, то дорожки у нас сделаны просто из другого доски, да, мы её там в обуви покрасили. И, конечно, по ней надо ходить там в тапочках, в обуви. Можно ходить и у кого подготовленные ноги, и босиком, кто, ну, просто и по улице ходит босиком, по лесу, вот. Но она не идеальная, вот. Здесь, когда мы, ну, вот, просчитывали, мы понимали, что у нас не будет возможности и времени сделать именно в сезон уже эту историю. Я сейчас понимаю, что это было правильное, в общем-то, решение. Другая проблема, которая у нас существует, огромная, это проблема в качественных как раз подрядчиках и в качественных поставщиках. Потому что далеко не всё, да, не всё, что тебе обещают, несмотря, там, насколько бы ты не заплатил по ценнику. То есть дорого – это не значит хорошо, дёшево – это не значит ужасно. И понять, когда ты только начинаешься строиться, если бы ты, может быть, там строил 101-й подиум, там, да, и у тебя уже были, ну, понятные поставщики. А когда ты это всё с рынка берёшь ещё в формате дефицита материалов, которые тоже вот тогда... Да, перед Новым годом тоже всё уносили, да. Да, и тогда вот, например, летом 2021-го, получается, мы подиумы, например, ну, с подиумом для сафари было с одной стороны проще, с другой стороны сложнее, потому что мы вынуждены были покупать доску и её шлифовать, ещё ждать на предприятии, доски не было. И мы все эти 10 сафари-тентов, мы их достраивали практически из-за того, что не было материала до конца... Сезона? До конца сезона. Ну, и здесь были проблемы и у поставщика самих сафари, вот. И, ну, тут так срослось... Все опоздали, да? Да, 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 поэтому, в общем, ну... Ну, то есть вы вот так сейчас по суммам не разложите там подиум, там, купол, мебель, санузел, вот это... Сейчас не разложу, если... Ну, давайте завтра, да. Да, 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 если мы завтра продолжим, я посмотрю вот эту историю. Что касается сафари-тентов, то там, грубо говоря, можно говорить о том, что сафари-подиум. Притом у нас надо тоже, опять же, у нас металлические сваи, порядка 500 тысяч вышло. Вот, ну... А размер у вас сафари-тентов не помните? У нас, который вот он большой, с... Выносной верандочкой такой, да? Да, у нас... Ну, 4х6, ну, вроде, у них, да? Да, 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 4х6 и плюс веранда. А, ну, то есть 4х6 внутри и плюс еще вылет, да? Да, 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 там-то 2 метра, что ли, да. Окей. Мы просчитались на логистических затратах на остальном материале. Ну, у вас удаленность места, конечно. Да, удаленность места, но если здесь вот по сферам мы сразу, получается, просчитывали, как с вами, как с подрядчиками, да, у нас. Ну, сразу это был непонятный монтаж. Ну, мы сразу это считали, реальные цифры. Да, поэтому я и говорю, что почему мы и вышли один к одному, да, потому что здесь подрядчики на себя многое брали, и это было сразу уже в смете заложено. А вот в остальном, как раз во всей дополнительной инфраструктуре, вот здесь, то количество машин, которые к нам ездило, и сколько, ну... Сколько они брали за рейс, да? Сколько они брали за рейс, да, и эта постоянная история росла, и материалы росли. То есть вот здесь, это, наверное, в общей сложности от сметы процентов 10 мы не учли, а это очень... От общей сметы? Да, это логистическая история. Это много, да. А вот по ценам мы и вот вторая компания примерно одинаково, в общем, на круг? Да, примерно одинаково. Примерно одинаково. Мне интересно, я тоже, я даже тогда не спрашивала, почему вы решили не к одному, а к двум обратиться? Чем это тогда было бы условлено? Я могу сказать о том, что вот как раз после того, как мы провели глубинное интервью с людьми, которые уже эксплуатируют сферы, у нас не было понимания, что на рынке есть отработанная технология, которая... Ну, что процентов, да. Да, которая сто процентов бы работала, и никто не мог сказать, мы работаем три года, мы работаем пять лет. Нет, нет, у нас даже тогда был только один зимний... Да, и то они вот как раз... Вдох, да, да, да. ...входили, то есть, ну, как бы это было, да, еще в вопросе, как они... И это первая история, то есть, сказать о том, что... Ну, вы пошли на эксперимент. Вот если брать по конструктиву, да, они отличаются у вас на металлическом каркасе и внутри тканевая оболочка. У второй модели это, соответственно, фанерный каркас и фанерная фанера обшита. Сейчас вот как раз вылезли огрехи, которые при этом мы, ну, не предполагали даже. Мы, честно говоря, думали, что технологически фанерная сфера будет более... Она, кажется, более традиционно, близка к дому. Да, да. И понятно. Мы думаем, что она более, типа, теплоемкая, более такая, наверное, технология более отработанная. Оказалось, что это не так. А вот, ну, как бы я сейчас могу сказать, не потому что мы с вами интервью берем, а про это такая объективная история. Я очень рассчитываю на то, что ребята доработают. Я верю в них. Они обещали, что они все исправят, все сделают. Я прям искренне в них верю. В общем-то, от этого зависит, я думаю, и их бизнес тоже. Ну, репутацию, да. И как раз репутация, их бэкграунд. Там есть над чем работать. То есть, вот минимальная, действительно доработанная история, это прям вот, ну, у вас. Очень хорошо, что мы взяли дополнительное утепление. Кабель мы на вас как раз продумали, протестили тоже тогда вам. Спасибо, я вам показал. Мы уже сейчас всем говорим, что внутренний кабель по окну очень хорошо себя показывает. Да, потому что блочное остекление большая. И зимой через это окно уходит очень, как раз тепло, очень серьезно уходит. И этот кабель является... Мы вообще, на самом деле, мы тогда, когда его закладывали, мы не думали. Мы думали о конденсат. Мы думали про конденсат, потому что как раз во время глубинных интервью обратная связь от тех, кто эксплуатирует, да, сфера показала, что... И даже по фотографиям, если смотреть... Ну, конечно, запотевание, это нормально. Да, запотевание, конденсат. И мы тогда вот с Викторией много думали по поводу того, что, я говорю, это надо решать эту проблему, давай думать как. Потому что, ну, люди приехали смотреть как раз вот это самое главное для них, это вот это окно в мир, да. В карабинку. Да, и мы должны решить, как эту историю победить. Да, вот ребята очень здорово придумали с этим кабелем. Могу сказать, что... Да, ребята молодцы, мои. Могу сказать, что у нас на самом деле конденсата не было нигде вот за все это время. Вот как раз вот такое запотевание. Но, может быть, не было таких перепадов, которые дают этот эффект, да. У нас здесь конкретно в нашем месте. Может быть, у нас так все хорошо продувается. Ну, светрено, да, может быть. Ну, я не знаю, но как раз проблемы с конденсатом у нас не было. Но у нас была, и я думаю, как у многих как раз, эта проблема с выходом тепла через окно. И вот здесь этот кабель, это то, что решает, потому что это была самая теплая сфера. Сфера, и несмотря на то, что там закрывать окно, не закрывать окно шторами, а это прям, да. Ну, вот в фанерной историю там похолоднее, а в нашей как бы среднее. Но надо доработать, в идеале еще доработать окно, и будет еще вообще лучше. У вас надо доработать вот внизу вот это утепление. По окну. Да. Ну, мы ее сейчас поработаем. После вас мы ее доработали, честно. Соответственно, ну, наверное, это вот такая... Ну, это, да, потому что тепло уходит через окно, да. Да, 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 это, наверное, такая основная история. У вас очень здорово, очень удобно, что окно отстегивается, его можно, ну, обслуживать, потому что это могут быть разные ситуации, начиная от того, что просто там помыть окно и заканчивать... Ну, да, вот недавно в чате писали, что надо заменить декор, а придется менять вместе с окном. Да, 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 так что, ну, это прям, ну, это очень правильно, это хорошо, что у вас это продумано. С точки зрения, допустим, восприятия, ну, у всех по-разному, кому-то нравится там фанер, кому-то и здесь. Дерево вообще это. Мне кажется, здесь уютнее гораздо. Что касается фанерных историй, то я бы обратила внимание на вентиляцию, которую необходимо прям проговорить и продумать, какая она должна быть. Фанерные вставки у входной двери должны быть лучше, гораздо утепленнее надо смотреть как раз за этим. Окно должно отстегиваться и низ должен утепляться на зиму. Зима – это там не предусмотрено, и это большая проблема. И еще примыкание окна к фанере, и, соответственно, конденсат, который… Стекает. Стекает, да. Он как раз попадает на фанеру, и там идут разводы. Ну, еще раз говорю, мы это проговорим, да, с ребятами. Либо это красить надо, либо они там заменят, ну, либо… Ну, это уже вот… Ну, это вопрос именно технологий, потому что это примыкание как раз оно… Ну, да, да, да. Металл так не воспринимают. В этом плюс вообще, да. Люблю металл. Вот. Но у нас есть… В России мы тоже сталкиваемся вот эту исконно русскую любовь к дереву. Я ее тоже прекрасно понимаю, мне тоже уютно, как бы у меня у родителей деревянный дом. Но именно вот в наших конструкциях, именно вот в таких мобильных я вот заметал. Он очень практичен. Мы же еще и взяли третью историю, которая, конечно, она ближе, наверное, как раз к афреймам, ну, нежели чем, да, таким мобильным как раз конструкциям. Потому что афрейм-то уже не разберешь. Ну, да, да, да. Да, 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 это и есть такое. Эти тоже конструкции. По большому счету нужно потратить, да, время и силы, чтобы разобрать, но возможно. Вы, наверное, модули, мы сферы за один день разбирали. Ну, вот. Мы взяли еще, как вариант, это добросферу. Это история с тем, что когда ты покупаешь только каркас, а дальше тоже. Деревянный каркас. Да, деревянный каркас. И как раз он тоже такой, да, сферический. А обшивка самостоятельная. Обшивку уже, да, делаешь все самостоятельно. Там ОСБ идет, по которому ты мягкую кровлю зашиваешь. Внутрь ты уже тоже утеплитель какой хочешь. И внутри тоже ты чем хочешь. И, кстати, добросферы я видела, что есть компании, которые шлюют на них ПВХ-чехлы. Надо вживую смотреть. Я вживую не видела, ничего сказать не могу. Но как бы как опция такая вот на рынке есть. Она как раз себя тоже показала очень хорошо. То есть вот несмотря... Ну, там мы понимаем, потому что там дерево закрыто и все. Но там, по сути, это все равно у вас получается. Это стройка. Да, это и домик, и стройка. Вы каркас поставили ли? И вот он еще... На следующий сезон эта стройка перетекает, да. Дверь в данном глэмпинге сделана с двойным стеклопакетом. Как раз для зимы. Исполнение в таком цвете это чисто дизайнерская задумка. Здесь нестандартно установлен кондиционер. Он расположен над дверью. Потому что, как правило, в других глэмпингах кондиционеры располагаются на сантехнических модулях. Также в наличниках двери установлены выключатели уличной подсветки. Конечно же, в сфере присутствует вентиляция. От принудителя вентиляции Ксения решила отказаться. Поэтому мы ставили только естественную вентиляцию через вот такие клапана. На зиму они закручиваются, чтобы не поступал холодный воздух. А на лето, соответственно, откручиваются для проветривания купола. У многих мысли, что глэмпинг это 1-2 месяца стройки. И я в пути. Давайте хотя бы по времени примерно оттолкнемся от того, что вы подписали договор с инвестором. У вас точно появилось финансирование. И вот когда это случилось, и когда вы открылись? Расскажите по этапу и по времени. Слушай, ну вот так, если вспоминать. Мы, по-моему, начали в январе же, да? Нет, саму закупку, подписание договоров мы начали договорить. Прямо стройку, мне кажется. Выпало в декабре. Мы приехали после Нового года уже ставить на готовый подиум. Вы начинали это в декабре. А канализацию вы, как вы, еще раньше фотографии присылали. Опять же, надо смотреть вопрос, у кого какие, какой грунт и кто в какой зоне находится. Мы здесь завязаны на то, что у нас, во-первых, высокая вода. И не все работы мы можем проводить, допустим, летом. Да. Или осенью. Это вообще как бы, или весной. Весной вообще мы практически ничего не можем делать. Да. Да, есть регионы, где можно, ну, делать работу весной. Весной мы можем только, если ты уже все подготовил, да, пожалуйста, отделку, внутри, еще что-то. Земельные работы мы никакие не можем проводить. Ну, то есть, земельные работы вы начали зимой, да, в декабре? Зимой, да. Потому, ну, по... Пока все водой не замылось. Да, в идеале это было бы делать, конечно, вообще осенью, чтобы не мучиться зимой, подождать, да, там, ну, мы все понимаем прекрасно, что никто так делать не будет. Поэтому, ну, вот если так подстроить, то вот мы в декабре начали и в... Ну, в январе мы бы закончили считать все сферы ставить. Вы перешли к внутрянке практически сразу. Так. Мы открыли глэмпинг, получается, на первые праздники июня. Начало июня. Да, на 10 числа, получается, июня, да. Это мы открыли, и при этом мы в последний момент приняли решение, мы не очень до конца понимали, что мы будем делать все-таки с питанием. И мы в последний момент приняли решение по поводу того, что мы будем тут кормить, и будет питание включено. У нас в мае прям, ну, у нас были все дома, все было забронировано, мы понимали, что будет полная загрузка. У нас не хватало там грильдомика, которым мы предполагали, что где люди сядут, мы поняли, что там будет, они все уместятся, но это будет не так комфортно. Мы приняли решение грильдомику делать такую террасу-веранду, где могут все сидеть. И вот мы достраивали как раз в пилюдях эту террасу-веранду и доделывали дорожки. Но это тоже было связано еще с тем, что вот начались проблемы с материалом. А не было материала. Ну, весна, потому что у всех начинается стройка. Ну, там вот еще были вот эти, начались денежные колебания, кто-то придерживал, кто-то там, ну, в общем, стандартная история. Вы, когда, ну, определились с модулями, решили, что это будет, ну, пусть даже два типа, все равно, ну, даже на то время мы были не одни явно на рынке. Были другие поставщики-производители. Почему вы в итоге остановились на нас? Был, конечно, подход, потому что, опять же, на выставке PIR, да, про которую мы раньше вспомнили, там были еще и другие тоже представленные производители. Первое, что понравилось, ну, в любом случае, знаете, как и туристический бизнес, да, это, да, люди для людей, люди с людьми. И здесь то же самое очень важно, то, с кем ты работаешь и то, насколько ты можешь полагаться на своего подрядчика. И мне очень понравился подход. Вот, во-первых, что я это сразу отметила, что ты прямо села и приехала сразу же, как бы, смотреть площадку. Не было стонов и охов, как это далеко, где это находится. Катерам, катерам. Я должна в своем расписании там посмотреть, вот, когда я там смогу все разгрести и вас посетить. Вот. То есть это было оперативное осмотр площадки. Это первая история. Вторая история, это было про то, что мне понравился очень внимательный подход и не то, что мы вот так делаем, да, вот мы так делаем и все. Ты помнишь там мои там 1025 вопросов, вот, и я понимала, что, может быть, я там мучаю, да, этими вопросами, там еще что-то, но мне было важно выработать, ну, технологии. Ну, конечно, доказчик переживает, он должен понимать, что он получит. И здесь вопрос не только ответа на этот вопрос, да, а вопрос подхода к тому, что взять там, да, тот же провод, который, да, впустили по окнам, да, вы не сказали, слушай, ну, никто так не делал, мы не знаем, что делать, вот так все делают, да, и все, да. Вы ушли, подумали и, да, вернулись с решением. Это история про то, когда мы начали, да, вот почему у нас там, да, 6 и 7, когда мы поняли о том, что туда не влезает никакой этот модуль, да, вы подключились и, да, вместе с нами начали думать, как это сделать, притом так, чтобы это там ни на стоимость особо не повлияло, потому что мы действительно хотели попробовать какую-то сделать такую, да, теплоемкую, мы знаем, сколько стоит электричество и что топиться электричеством очень дорого. Я нисколько не жалею, потому что, во-первых, очень важно, что ты сама присутствуешь на стройке и контролируешь процесс лично, прям, ну, я хочу сказать, уже не на каждую стройку, ну, да. Ну, для вас важен вообще конечный результат не только того, что вы сделаете ваш, как бы, вот, ну, ваша зона ответственности, а для вас это вот во всем отражается. Для вас важен именно вообще конечный продукт, который мы получим как глумпиньер. Ну, да, да, это правда. И то, что вы нам подсказывали, например, у нас был там подрядчик, который делал полы некачественно, да, и если бы, например, на тот момент вы нам не подсказали, потому что там по фотографиям, которые нам присылали, там все было прекрасно. А, это мы на монтаже выявили, да. Да, а на монтаже, когда был монтаж, уже, уже монтировали купола, было выявлено, что очень дует из подполов, которые уже были зашиты фанерой, подготовлены под чистовую отделку фактически. Подрядчик не пропенил стыки утеплителя с обрешеткой? Положил его хрен знает как. Здесь очень важен был вот как раз от вас сигнал о том, что, ребята, обратите внимание, обратите, вот, ну, у вас будет проблема, там, несколько раз, да, вы нам это как бы сказали, вы понимаете, что с первого раза в миниатре мы обратились к ним, они нам прислали какие-то фотографии, мы такие, ну, да, вроде все нормально, вы нам все равно, да, до нас достучались, и в результате мы переделали все полы, когда мы их вскрыли, мы, конечно, просто ужаснулись. Это говорит о том, что сейчас, ребята, о чем мы поставили, вот к этому есть, да, претензии, вы думали именно о конечном, о совокупности, о совокупности, да, чтобы мы могли с этим работать и зарабатывать на этом деньги, не терять эти деньги потом на бесконечных переделках, доделках и так далее. Спасибо. Не кивали о том, что вы им там что-то не то сделали. То же самое, допустим, да, когда мы шторы, да, делали, решали, какой карниз там вешать и как сделать. Один дело, что в любом случае все решения, которые мы выработали, да, это некие универсальные решения, которые можно... Конечно. К любому глэмпингу, не только к нам, а по большому счету к любому. Я так понимаю, что рынок тоже немножко поменялся и сейчас больше продается для тех, кто модули хочет внутри, наверху, да, уже никто шестерки не предлагает, а предлагают семерки все-таки. Они увидели, да, для многих это прям стало хорошим таким примером. Да, потому что, ну, вот это, пожалуйста, это тоже, да, было отработано на нас, потому что все предлагали шестерки, уверяли, что туда можно впихнуть все, что не... Не все, что можно впихнуть, там везде будет комфортно и так далее, да. Мы со своей стороны подключили архитектора, который у нас очень так плотно в нашу плане участвует, который сказал, ребята, да там просто мы накроемся этим, вот оно будет нам как одеяло. Воздуха не будет, да. Воздуха некомфортно, неудобно, да, слив конденсата, который должен, ну, проходить. То есть вот все такие технологические моменты вы вели, если мы должны были что-то, ну, уже где была зона нашей ответственности, вы все равно очень внимательно на это обращали внимание и говорили, ребята, вот здесь вот так вот надо обратить внимание, сделайте вот это. Ну, это... Спасибо большое за такую обратную связь. Мы вот именно после вас поняли, ну, вот важность футболов, и мы именно стали и после вас прям предлагать готовые комплекты чертежей, просто сделайте правильно и не мучайтесь. По опыту скажу, никто не делает, все меняют материалы, там, удешевляют, а я вот это заменю на вот это, или... У нас даже с вами, да, ведь тогда была фанера одного размера, закупили другого размера, и это вылилось как бы тоже в проблему. Но закупили опять же не из-за того, что это мы пытались сэкономить, а это... Нет, да, это чисто человеческая ошибка и невнимательность. Ну, вот как бы поэтому, да, и спасибо вам, что вы тоже делились своими идеями, да, и они очень как бы... Цены в доработке продукта, потому что... Почему я тоже собираю обратную связь через год, может, потом приеду через два, там, через три, хотелось бы тоже дружить, потому что этот фидбэк, что хорошо, а что плохо, он помогает дорабатывать продукт. Вот, поэтому все, что даже мы, например, там, с вами сегодня проговорили, вот эти все нюансы, мы тоже обязательно... Слушайте, а здесь вопрос даже не столько про конкуренцию, а никто же потом не из клиентов, которые в этих сферах, да, будут спать, ночевать, отдыхать, жить... Никто потом не подумает о том, что кто же производитель вот этой вот сферы. Ну, да, согласна. Здесь будет такая история, ой, слушайте, я жил, там, я не знаю, в Сочи, в этой сфере, там ужасно, там, да, дышать нечем, и человек не будет думать, это та технология, не та технология. Есть вентиляция, нет. Да, есть вентиляция, нет, дует, не дует, да, это вопрос к тому, что если вот есть хорошее, качественное вообще предложение, и человек, понимаешь, он приехал в любую сферу, да, в любом регионе страны, ему там будет хорошо и комфортно. И здесь вот нужно стремиться, чтобы все как раз производители... Это где-то государство хотя бы, да, конечно. Да, они именно шли к этому, потому что один раз человек плохо переночевал, там, я не знаю, в любом регионе, я не знаю, в Самарской области, да, и он потом вдруг по какой-то причине решил поехать в Ярославскую, он подумал, нет, слушайте, я там вот в этом ночи, он мне не поедет. Поэтому здесь это не про конкуренцию, это как раз наоборот про некую кооперацию, да, для того, чтобы продукт на рынке как таковой был качественный, и люди, когда хотели бы поехать в сферу, они понимали, что они получат. Но ты даже и вообще, наверное, во всем, не только в сфере, но даже и в глэмпинге, чтобы у людей не было... Ну, то есть каждый, кто строит, должен относиться к этому качественно, чтобы тоже потом не было. Я в такой штуке жил в целом, а там и тараканы, а там и унитаз не работает, и буду думать, что это везде так. Потому что даже в чате Жанна говорила, вот эти звезды присваивать к глэмпингам, чтобы отсекать, чтобы не всех там негативных под одну гребенку, чтобы они не тащили с собой. На самом деле, отзывы гостей – это самая большая звездность, которую мы можем получить. Ну, действительно, настоящие отзывы. Мы понимаем прекрасно, есть механизмы увеличения тех же звезд, не звезд и всего прочего. Но, например, если брать инструмент Инстаграм, на который многие смотрят, ну, нельзя подделать отзывы в Инстаграм. Ну, да, ты можешь пригласить человека, но это будет та картинка, это будет то его впечатление, которое, ну, ты хорошо, ты пригласил одного, двух, трёх блогеров. Но они… Но реальные люди всё равно потом… Ну, реальные, да, конечно, конечно. Поэтому эта история вот очень важна. Стандарты, безусловно, должны быть, как и везде. О них надо договориться, надо понять, что такое глэмпинг, что такое неглэмпинг. Вот, ну… Нет, в любом случае, Ксения, спасибо вам, что вы разрешили нам быть причастными именно к вашему глэмпингу. Мы очень рады, что мы не ошиблись в нашем выборе. Это я прям могу реально вас рекомендовать, если кто-то обращается. Спасибо. Градить людей ещё от каких-то ошибок, таких фатальных, потому что со стройкой, как правило, как бы сталкиваются все в первый раз вот так лоб в лоб. Вот какие вы можете вспомнить вообще total fatality, которые, ну, как бы точно нужно не совершать? Есть такая поговорка, первый дом, который ты построила, нужно продать, второй дом, который ты построила, нужно подарить тёще, и третий дом уже оставить себе. Ну, вот, значит, второго я, наверное, поспорю, это если ты тёща с тёщей вообще видеться потом не хочешь, тогда, наверное, да. А так лучше и второй продать, да? Да, лучше и второй продать. Total fatality по глэмпингу именно? Да, полы, материалы, ещё что-то, что вот прям... Ну, вот, я бы прям очень большое внимание уделила. Ну, мы, допустим, ну, там, что касается морских контейнеров, мы на них тоже испробовали разные технологии по утеплению, потому что уже сейчас это уже всё есть, и сейчас уже, там, я когда с кем-то общаюсь, они говорят, ну, мы выбрали вот это, потому что вот везде про это говорят, а мы делали, когда ещё не было ничего информационного и вот этой вот истории. Ну, какого-то опыта. Обзоров не было, и мы, там, по-моему, мы применяли три разные технологии. Мы для себя, да, понимаем, что и весь рынок перешёл на то, что и мы к чему пришли. Только кто-то пришёл просто обзоры посмотрев, да, а мы, ну, как бы, пришли к этому, да, на своей истории. Я думаю, что самая главная и самая большая ошибка, которую можно совершить, это инженерные коммуникации, на самом деле. Например, в этом сейчас сезоне, несмотря на то, что мы вроде бы по просчётам мы закладывали там электрические кабели, которых было достаточно, перед Новым годом у нас перемёсли все сферы, и мы не могли понять, в чём причина. Начиная от того, что мы переложили все входные кабели во все сферы, заканчивая то, что мы перебрали весь трансформатор, поменяли все обогреватели, но конвекторы, и в результате вынуждены были пустить воздушку ещё. Вот здесь вопрос подключения как раз на первом этапе планирования специалистов именно по участку, да, и специалистов, и архитекторы, которые бы правильно спланировали, и инженерщиков, да, которые бы правильно рассчитали бы нагрузки, правильно кабеля, и как их разложить, да, и какие могут быть проблемы. Я думаю, что вот это, потому что то, что всё закапывается, да... Да, поэтому тяжело раскапывать. Да, да, да. А вы прям, ну, а вы свою инженерку сами проектировали или всё-таки подключали к кому-как? Ну, скажем так, сейчас бы мы сделали по-другому. Ну, вы сами всё равно делали. Делали, но сами. Да, 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 мы делали, но сами. Мы, ну, подключали к людей, но не настолько, то есть, да, нужно было... А по-другому вы бы теперь сейчас с самого начала подключили и самый топ, да? Нет, ну, мы сейчас будем перерабатывать вообще всю схему, получается, перерассчитывать и, ну, приглашать именно специалистов. Ну, всё-таки, ну... Мы всё равно упираемся в специалистов. Как бы мы не хотели сэкономить на самом начале, мы к этому всё равно возвращаемся к специалистам. Вы только ещё переплачиваете, потому что всё это переделывать дороже. Да, да. Здесь, наверное, знаете, вот огромный плюс, если есть деньги, то 100% не экономить на специалистах. Если нет деньги, то посмотреть, растянуть, да, где-то по времени, потому что у нас... Я могу сказать, если бы мы пошли, например, путёвку, как мы там, в 14-м году, да, вот ту концепцию, которую мы там хотели, да, наложить, если бы у нас сразу был весь объём финансирования, и сразу бы мы начали бы это делать, вот сейчас бы мы не знали бы, что с этим делать. Но этот продукт всё равно был новый на рынке. Ну да, да. И когда ты не понимаешь, как на него отреагируют, здесь как раз очень важно во время его внедрения руку держать на пульсе, иметь возможность... Ну если что, типа поменяться оперативно. Да, 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 да. То есть, понятное дело, какие-то ключевые точки, то есть всегда думать, а если у тебя это не пойдёт, то что ты будешь делать, да, если то что, а если то как. Вот это, наверное, ну, очень важно, и я бы ещё порекомендовала привлекать людей, потому что, например, если там вспоминать, где мы планировали там ресторан поставить, ещё что-то, я сейчас думаю, господи, а как вообще такому могу в голову прийти, там его запихнуть, там мы хотели его в глэнтерном запихнуть вообще, вот. Ну просто я сейчас думаю, когда же мы такую идею вообще рассматривать могли? Ну ты больше архитектор по территории имеете в виду, да, который спланируешь? Ну, знаете, архитектор по территории всё равно идёт от заказчика, да, если заказчик говорит, хочу вот здесь, потому что мне тут вот нужно по каким-то там его собственным историям, но он тебе докажет, он тебе может рассказывать, что повернуть там в тени, не в тени, ещё что-то, но здесь нужно смотреть, когда речь идёт о таком отельном проекте, ну, фактически, да, здесь надо смотреть про потоки, про то, откуда будут они заходить, про трафик, да, для чего, для кого, ну. И что это за специалист тогда должен быть? Я бы пригласила бы, пообщалась бы с специалистом, именно уже тогда либо те, кто глэмпинги делает, если это с нуля, либо из отельной сферы. Это очень похожая история, да, ну, заплатить за консультацию и, ну, пообщаться. Понятное дело, когда мы говорим не про три домика, да, а про вы сэкономите колоссальное количество денег и нервов, вот, ну, на потом. Придерживаясь мнения, нельзя всё знать, и надо обращаться в узких местах специалистов. Да, то есть, ну, вот, если мы говорим, например, что мы хотим поставить денег мало, мы хотим поставить один-два домика, и всё, идём, сами работаем, да, и сами колотим, да. Идём сами сначала работаем, смотрим, как это вообще функционирует, как это работает, и потом думаем вообще, надо нам это или нет. Если у нас есть деньги, мы смотрим это как на вложение, как на бизнес-проект, мы смотрим, кто в команде, и обязательно привлекаем специалистов, обязательно по направлению, это как бы, ну, must have. А теперь посмотрим ванную комнату. Традиционно в ванной комнате расположена душевая кабина, здесь она угловая, раковина, зеркало, унитаз, здесь расположен бульдер на 80 литров. В этой ванной комнате есть своя небольшая фишечка, которую встретишь не в каждом глумпинге. Электрический полотенцесушитель. Если по инженерке, ну, крупными мазками пройтись, ну, понятное дело, у вас вода, у вас скважина. Одна на все восемь юнитов? Да. Одна. Разводка насосами. Да, ну, там идёт вот подготовка, идёт утеплённая комната, в которой, соответственно, ну, стоят бать, а не накопительные. Накопительные, ну, из них дальше уже насосами, да? Вы сказали, что у вас, ну, с водой не очень. Фильтры у вас нужно ставить на воду? Или в чём? Что значит не очень с водой? Дело в том, что у нас здесь есть такие слои, если в него воткнуть, там такая железистая листочка, то есть вот там нужно прям, там должна быть водоподготовка с очищением. Иначе бьётся сантехник. Да, вся, бойлеры, всё очень быстро вот это. Ну, со скважинами у всех более, мне непонятно. У вас, наверное, она не глубокая, судя по тому, что на берегу Рубинского дохранилища. Ну, это может быть по-разному. Всегда всех сложностей возникают с канализацией. Ну, в этом отношении нам повезло, потому что мы находимся рядом с населённым пунктом, и у нас есть возможность откачивать бочку. Несмотря на то, что мы всё равно поставили септики, которые забирают всё, и уже в бочку у нас приходит очищенная вода, мы всё равно пользуемся по договору, мы пользуемся именно откачкой синизаторскими машинами. У вас один септик на сколько юнитов? Или у каждого свой? Как это вообще? Нет, у нас там получается... Три септика у нас на восемь юнитов, с учётом того, что можно ещё подключить один юнит. А объём какой? Вот здесь я не подскажу, но на септике получается, что они фактически всё сгоняют в бочку, а из бочки машины забирают. А, ну то есть они не хранилища? Да, они не хранилища, а именно откачистная система. Ну то есть там переработка идёт, очистка, да? Да, но зато у нас ни запахов, ничего нету. Ну конечно, да, у вас береговая зона, это очень важно. Ну на всё равно у нас ничего в землю не попадает. А вся проводка, электрика, кабеля, это у вас тоже идёт, закопано в земле? Да, но вот здесь вот как раз я, вот здесь вот опять же, зачем нужен специалист, потому что, например, по электричеству нам сказали, что из-за того, что у нас такая глинистая, влажная почва, у нас может вот на всей протяжённости теряться до 30%... Мощности? Да ладно. Я, вот, теперь же, да, ну, вопросики. Вот мне нужно сказать что угодно, и, понятное дело, я пойду потом к 35 специалистам, да, стараться на каллета. Но, тем не менее, вот она и гипотеза, и вот что с ней делаете, все вопросы, да? Она говорит, давайте воздушкой, ну это некрасиво будет, да, там, ну, вот вопрос. Тот ли кабель, тот ли гопра, да, там, ну, всё сразу встаёт много-много-много вопросов. Сам щиток, он у вас уличный, он не внутри сферы? Да, да. Он под подиум, да, вроде? Он как бы в одной. А, он в одной, а внутри сферы ещё свой разводит? Да, да, если ты там посмотришь, вот там, где барный, скажем так, уголок, там вот наверху. Да? Не обратил внимания, посмотрю. Пока!